Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая проблема, я люблю женатого человека, сама замужем, свалился на меня как какой-то несчастный случай как раз, когда были проблемы в отношениях с мужем, как раз, когда были проблемы в отношениях с мужем. Постепенно втерся в доверие по рабочим вопросам, затем влюбил себя, и вот я уже три года думаю только о нем. За это время много литературы пересчитала и сделала выводы, что он нацист, но я не профессионал, поэтому это не точно. Все как по книжке, сахарное шоу, затем ледяной дождь, дождь, э, душ, бросаю его снова в сахарное шоу, ну и, конечно же, феерический секс и гарем, демонстрация того, как его несчастного все хотят. Мне кажется, что он даже и встречаться начинает каждый раз сразу с двумя между собой знакомыми женщинами, чтобы вызвать у них соперничество. но с его слов я единственный, больше у него никого нет. но ловила его по местоположению на тех же местах, где мы занимались с любовью. Но потом мне кажется, что я все это придумала. Мне показалось, что программа дала сбой и так далее. Женой у него недопонимание. С его слов живут как соседи, что неудивительно даже если это действительно так. Друзья у него слабые на женщин, и он с ними часто проводит время в саунах, клубах и на природе. Понятно, что там могут быть женщины легкого поведения. Несколько раз лечила венерические букеты. Там он очень жадный и ничего не подарил за все время. Вроде такие, как я, у него 50, поэтому всех не обеспечишь. Бросил его окончательно 3 месяца назад, но из головы не выходит и каждый день о нем думал. Злая на него, что он использовал меня. Есть желание сообщить его жене анонимно или еще как-то отомстить. Сейчас мне кажется, что он встречается с двумя новыми сотрудницами, поэтому его попытки вернуть меня более вялые, чем обычно. Действительно ли он нарцисс? Как мне избавиться от мыслей о нем? Сейчас постепенно налаживаю отношения с мужем, но все равно в глубине души. Жду, что он все осознает, поймет, как он был не прав, конечно же разведется и позовет меня замуж. Честно скажу, такие вопросы. Довольно часто остаются без ответа. Довольно часто. по причине того, что мы имеем дело с зависимостью. Мы имеем дело с любовной зависимостью, так скажем. И, соответственно. И, соответственно. И, соответственно. Имею дело с любовной зависимостью. что, ну, вот в этом смысле нельзя, к сожалению, рассчитывать на то, что она так быстро уйдет. О, поэтому, что? Подобную вещь. формируются, к сожалению, годами, подобные вещи, к сожалению, формируются не за один день, и, соответственно, выходить из этого состояния, да, ну, вот, корректировать, если угодно, себя. Тоже желательно и нужно не один день, а это определённая работа, а работы человеку зачастую не хочется, вот. Какой здесь, пожалуй, ключевой момент в том, что вы описали? Ну, ключевым моментом здесь является то, что когда у вас начались проблемы с мужем, вы переключились на другого мужчину. И вот это очень важный момент, потому что вы это сделали не случайно. Вы это сделали из определённой своей структуры, ну, структуры сознания, скажем так. То есть мы это сделали именно вот, потому что вам, по-видимому, пак, ну, вот комфортно, а вам, по-видимому, так было легче. И вы, в общем и целом, выбрали, а вы выбрали то, что вам легче. Это не хорошо. И это не плохо. То, что вы так выбрали. Важно понимать Другое, что у этого есть определённая субъективная сторона. В смысле, ну, ваша, ваша субъективная сторона. И на это необходимо обратить в первую очередь внимание, да? Какое у вас отношение с мужем, например? Как вы взаимодействуете со своим мужем? Что вы, ну, делаете, ну, вот, с вашими, например, чувствами, да? Ну, по отношению к мужу. И так далее. И здесь самое главное, конечно же, не обвинять, не обвинять себя. Вот. Здесь очень важно не обвинять себя, не корить и не требовать от себя. Чтёт. Но очень важно для вас увидеть. Увидеть какую-то часть себя. Увидеть какую-то часть своей личности. Давайте вот так назовём этот аспект. Да? Вот. То есть, чем... Эта ситуа... Эта... Эта ситуация стала возможной только благодаря тому, что вы не заметили каких-то аспектов. Аспектов, связанных именно с тем, что происходит в вашей жизни. Вот. И... Ну, нужно с этим, конечно, разбираться. Вот. Ну, традиционно... Традиционно... Проблематика связана с... Эм... Заниженной... Такой вот... Эм... Самооценкой, да? Традиционно проблематика связана с тем, что человек вот... Эм... Не уверен в себе. Вот. Традиционно проблематика связана... Эм... 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 Ну, самое главное с... Эм... 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 То есть это то, что вы делаете сами с собой, это то, что вы делаете, ну вот, так скажем, это то, что вы делаете по отношению к себе, к сожалению, а в первую очередь, в первую очередь, речь идет, ну вот, в данном случае, у личной ответственности, то есть вы не замечаете, того, как перебрасываете, перекладываете ответственность на человека. Так, давайте вот начнем с этого. Вы говорите о том, что он втерся к вам в доверии. Вы говорите о том еще, что он вас, что он любил, влюбил, влюбил вас в себя. Вот. Но правда заключается в том, что это вы начали ему доверять. Понимаете, да? Вы начали ему доверять и вы в него влюбились. Ну, так вышло. Так вышло, что вы в него влюбились. Это нехорошо и неплохо. Это просто факт. Такое. И на мой взгляд, с этим нужно с этим нужно сшибаться. Вот. Как минимум, да? Как минимум с этим нужно сшибаться. До тех пор, пока вы не увидите, что сделало возможным для вас доверять человеку. Да? Что сделало для вас возможным влюбиться в человека. Вот. И так далее. Вот пока это для вас возможно не станет, я бы сказал, что вы не сможете выйти из этого состояния, который вам не нравится. Потому что делать все здесь заключается в том, что вам чего-то хочется. У вас есть потребности. И это нормально. что у вас есть. Но реализовываете вы свои потребности и свои чувства, к сожалению, достаточно деструктивно. Деструктивно. Либо по-другому не умеете, либо боитесь. Может быть, есть еще какие-то факторы. Но зачастую здесь проблематика того, что человек себе попросту не доверяет. То есть вы себе не доверяете. Вот. Ну, согласитесь, что вряд ли бы вы влюбились в мужчину, о котором вы пишите. Вряд ли бы вы в него влюбились, если бы любили своего мужа. То есть получается, что своего мужа вы не сказали, что бы любили. Ну и отсюда возникает логичный вопрос. Отсюда возникает логичный вопрос. Как вы относитесь к своему мужу? Как вышло, что вы вместе? И так далее. Понимаете, да? Какая история? И вот. Примерно все в таком ключе обстоит. То есть. Насколько я осознан. Вот. Насколько я осознан. Насколько я знаком с собой. Насколько я... Понимаю, да? Чего хочу. Например. И так далее. И вот это. Необходимо. Учитывать. Понимаете, да? А вы вместо этого обращаете внимание на что? Вы обращаете внимание на то, что нос вы... И так далее. И так далее. Следите за ним. Все это не случайно. Это из-за страха, из-за тревоги. Такие действия вы совершаете. Ну, потому что вам... Вам страшно. И... Вас... В этом смысле... Можно понять... Что вы боитесь. Но боитесь вы сейчас... На данный момент... Вы боитесь потерять... Некоторое свое состояние. А еще вы боитесь противоречий. Который есть внутри вас. Ну вот, если мы говорим о... Противоречиях. О чем идет речь? Речь идет о том, что вы... С одной стороны... Говорите, я налаживаю... Отношение... Отношение... С твоему... А... С одной стороны. А с другой стороны... Вы говорите «хочу, чтобы мужчина попал меня замуж». То есть вы готовы, получается, уйти от своего мужа. Так чего же вы хотите? Возникает вопрос. Чего вы хотите и что вам нужно? Понимаете, да? Такое ощущение, что с этим вы не разобрались. Сами вот самостоятельно, самостоятельно не разобрались. И отсюда, вероятно, и есть ваши проблемы. Есть ваши трудности и есть то, что вы как бы… Ну, скажем так, переключаетесь на другого человека. Вот. То есть вы как бы… Переключает их на что-то внешнее. Понимаете, да? В чем… Ну, в чем штук. Так. Вот. Эм… Пожалуй. Эм… Так я бы сказал. Понимаю. Такой ответ. Эм… 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 Эм.. Сkaф... С точки зрения. Эм… 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 Иногда. Эм? И вот в общем и целом вам не выкидывать мысли о человеке вам нужно, на мой взгляд, а вам нужно смотреть, а чего вам хочется, вот, вам нужно смотреть, в чём вы нуждаетесь, понимаете, да, и когда и если вы сможете это сделать, я думаю, что появится возможно для выхода из такого рода отношений. Сейчас при текущем положении вещей, сейчас при условии того, как вы относитесь к себе и при условии того, что вы хотите отомстить человеку, я не думаю, что вы можете наладить свою жизнь, ну, вы даже с мужем, с мужем, как бы, вроде бы, вот, отношения налаживаете, да, вроде бы, вот, вроде бы вы отношения налаживаете с мужем, а при этом ждёте, что человек вас позовёт замуж. Понимаете, да, какая история? То есть это вот, на мой взгляд, такая проблематика. Ну и традиционно, традиционно, в отношении негативных нацистов продают люди все заниженные самооценки, как я уже сказал. И, соответственно, вам нужно, вероятнее всего, поработать именно с ней, с самооценкой своей, да, как бы, вот. На этом всё, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.